Около 2000 спортсменов из 51 региона страны на второй всероссийской спартакиаде инвалидов доказали, что ограниченные возможности не приговор. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет соревновались в плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, бочи, голболе и дзюдо. Эта спартакиада дает возможность лицам с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта заявить о себе и войти в состав сборной команды страны для участия в паралимпийских и сурдолимпийских играх. Для нас это соревнование является важнейшим и позволяет нам не только привлекать спортсменов, которые заняты спортом, адаптивным спортом, стимулировать их, как заняты спортом, а также выявлять потенциальный резерв сборных команд на паралимпийских и сурдолимпийских играх. Хочу сказать, что первая спартакиада была проведена в 2011 году и многие спортсмены, учащенные первые спортакиады стали участвовать в паралимпийских и сурдолимпийских играх. Впервые спортсмены из Чувашии на этой спартакиаде пробовали свои силы в таком виде спорта, как боча. Эта спортивная игра немного похожа на керлинг. Она хорошо подходит для спортсменов-колясочников, так как бросание шаров развивает меткость и точность. Несмотря на то, что этот вид спорта еще молодой для нашего региона, он уже набирает популярность как среди мальчишек, так и среди девчонок. Наша группа играет в игру боча. Эта игра новая для нашей республики и для России. Она недавно начала развиваться. Популяризация очень активно проходит. Дети любят заниматься этим видом спорта. Для многих участников это первая спартакиада общероссийского уровня. Маленькие шаги в большой спорт делает и Николай Лунев. Бочей он занимается год. И несмотря на свой недуг, он всегда стремится к победе. Вначале было сложно. А потом я три очка выхватил. Конкуренция на всероссийской спартакиаде инвалидов по бочи была довольно большая. За звание лучшего бороли спортсмены из десяти регионов. У меня сегодня были две победы. Мне просто помогло то, что меня поддерживают. Мой тренер, моя бабушка, вся наша Москва, все мои друзья здесь, мы все вместе. И никаких волнений, спокойно пошел, выиграл. И мне вот получается выигрывать большую часть игр получается выигрывать на ближних. Я люблю на ближних дистанциях играть. Моя коронная точка – это ближняя дистанция. Боча – это паралимпийский вид спорта. Поэтому попасть на соревнования такого уровня мечтают все участники. Лидирующей позицией на протяжении всех соревнований занимали представители Москвы. Один из них – Михаил Летников. Он занимается бочей полгода. И несмотря на такой небольшой опыт, в своей категории он сумел одержать победу. Нужно просчитывать ходы на несколько вперед. И смотря, как он бросит. Некоторые далеко не умеют кидать, а я умею. Вот и все. Я далеко кинул, а я не докинул. Вот и все. И за счет этого я выиграл. На протяжении всего турнира со спортсменами-колясочниками находились их родители. Конечно, они волновались не меньше своих детей. Просто нравится. Очень хороший спорт. Адаптивный спорт. Помогает улучшиться мелкой моторике руки, крупной моторике руки. Сознание становится другое. Ребенок больше думает, становится более ответственным. Может… Это игра наподобие шахмата. Он может прогнозировать дальнейшие действия противника. Но это, наверное, уже самый высший пилотаж игры. Более старшие дети. Мы стремимся к этому, стремимся к победе. В общекомандном зачете не было равных представителям Москвы. Второй стала команда из Краснодарского края. Но на третьей позиции расположилась сборная Татарстана. Не менее зрелищно проходили соревнования по дзюдо среди слабовидящих и незрячих спортсменов. Побороться за медали спартакиада приехали спортсмены из 10 регионов страны. По словам главного тренера Чувашии под дзюдо Владимира Медведева, развитию этого вида спорта среди лиц с ограниченными возможностями уделяется большое внимание. Главное – это создание безбарьерной среды. Сейчас также залы стараются оборудовать так, чтобы их могли посещать. То есть люди абсолютно любой категории, то есть они слабовидящие, слабослышащие. Также как раз этот зал оснащен, ну вот как вы видите, да, специальной дорожке есть. Специальная озвучка для слабослышащих также присутствует. Вот, то есть чтобы люди любой группы, любой социальной группы, независимо какие там у них отклонения, могли также заниматься борьбой дзюдо. Иван Ивлев из Новосибирской области на этой спартакиаде обошел всех своих соперников и завоевал золото весовой категории 55 килограммов. По его словам, главное во время боя почувствовать соперника. Ну смотрю на соперника и как бы рассчитываю, вот в какой момент его бросать, в какой лучше постоять в стороне. Ну пример мой, это мой тренер, да, он многого достиг. Вот, тот же самый Олег Крецов, человек потерял зрение и смог добиться вот таких высот. Успешный старт на всероссийской спартакиаде инвалидов для юных спортсменов говорит о многом. Прежде всего, это шанс выйти на международный уровень. Для 13-летней Алены Романовой из Мариэл уже не впервые сражаться за свой регион на соревнованиях всероссийского уровня. Но в ее копилке были лишь серебряные и бронзовые медали. На спартакиаде под дзюдо девушка завоевала свое первое золото. В этот вид спорта она пришла вслед за своим братом. На спартакиаде в Чебоксарах он тоже стал первым. Начал заниматься где-то в 15 лет, я тоже захотела, меня тоже там взяли. Ну, попросилась. Сначала брат не хотел меня брать, потому что это опасный вид спорта. И из-за этого, ну, все-таки я уговорила его, он попросил тренера, чтобы меня взяли. Ну, а сейчас вот он видит твои успехи и как он отзывается? Ну, называй, ну, как-то хорошо занимаешься. В соревнованиях под дзюдо среди лиц с нарушением зрения больше всего наград удалось завоевать спортсменам из Ульяновской области. В их копилке 4 золотых и 4 серебряных медалей. За медали на водных дорожках боролись спортсмены с нарушением слуха, зрения, интеллекта и поражением опорно-двигательного аппарата. Условия состязания ничем не отличаются от обычных заплывов. Участники соревнований преодолевали дистанции брасом, бутерфляем и вольным стилем. Уверенную победу в этом виде спорта одержала команда из Москвы. В их копилке 19 наград разного достоинства. Татьяна Мишина принесла для своей сборной сразу две золотых медали. Когда я плавала, я думала, чтобы не подвести свою команду. Я должна быть вперед, чтобы остальные команды, чтобы мне было хорошо и чтобы им было очень хорошо. Конкуренция по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями была нешуточной, а бороться действительно было за что. По итогам спартакиады лучшие войдут в состав сборной России. Результаты, которые мы сейчас видим по протоколам, дают возможность говорить о том, что если они будут совершенствоваться, продолжать свои старания, умения, как говорится, и умения тренера, то, безусловно, те спортсмены будут со временем быть в составе сборной команды России. Спортсмены с ограниченными возможностями боролись за медали и в легкой атлетике. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, метание диска – все эти дисциплины они преодолевали, несмотря на свой недуг. Для Юлии Кротовой пробежать 100-метровку вслепую непросто, но рядом на дистанции девушку сопровождает лидер. Тренер Юлии Сергей Никифоров признается, что его подопечная всегда стремится к победе и гордится ее успехами не только в спорте. Юля английский язык прекрасно обожает английский язык. Научилась буквально на индивидуальном обучении на фортепиано, прекрасно пели, сама поет хорошо. В этом году, как в виде юмора, мы участвовали в интернет-конкурсе на эссе о спорте и получили серебряную награду. Нашим легкоатлетам в спорте слепых удалось завоевать 11 медалей разного достоинства и занять 5-е место в общекомандном зачете. Командную победу одержали легкоатлеты из Алтайского края. Они не видят мяч, но зато слышат его. В соревнованиях по голболу среди слабовидящих и незрячих спортсменов участвовали 11 команд. В течение всей игры участники ориентируются только на звенящий мяч. В него встроен колокольчик. Задача команды из трех человек – забросить его у ворота соперникам. Полагаются спортсмены только на свой слух, ведь на глазах у них очки, не пропускающие свет. В соревнованиях по голболу команда Чуваши не представлена. Сборную республики планируют подготовить к третьей всероссийской спартакиаде инвалидов. Тренировки будут проводиться на базе Чебоксарской специальной школы для слепых и слабовидящих детей. Сейчас это новый вид спорта. Мы только сейчас учимся, смотрим и набираемся, как говорится, знаний. И за четыре года я надеюсь, что мы подготовим нормальную, достойную команду, чтобы выступить на третьей спартакиаде в Лучкорде. Спортсмены с нарушением слуха, интеллекта и поражением опорно-двигательного аппарата соревновались и в настольном теннисе. Этот вид спорта доступен всем. Он практически не имеет противопоказаний и научиться играть в него может каждый, начиная с любого возраста. Среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в состязаниях участвовали 15 команд. Новосибирскую область представляет Артем Елков. Настольным теннисом он занимается уже восьмой год. Я первый раз приехал на такие соревнования, получается. Потом, ну, получил я инвалидность два года назад после операции, то есть, первый раз приехал. К сожалению, выступил не очень. Ну, постараюсь в следующий раз лучше выступить. В командных соревнованиях спорта слепых среди юношей победу одержала сборная из Новосибирской области, оставив позади команды из Краснодарского края и Оренбургской области. Среди девушек сильнейшей оказалась сборная из Москвы. Вторая всероссийская летняя спартакиада завершилась. Разыграны медали в 14 дисциплинах. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная команда Москвы. Вторыми стали представители Санкт-Петербурга. На третьем месте команда Республики Башкортостан. В спартакиаде инвалидов нет проигравших. Ведь для каждого спортсмена участие в этих соревнованиях – это уже победа. Победа над собой и своим недугом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова